Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. У Литвы есть всесторонняя поддержка ЕК в деле блокирования попадания на рынок электроэнергии с Белорусской АЭС, сообщает Литовская Минэнерго ссылкой на Еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон. Требуется новая трехсторонняя методика, блокирующая белорусскую электроэнергию, и Литва надеется на помощь ЕК в обеспечении полной блокады БелАЭС, заявил министр энергетики Литвы Дайон Скревис. После удаленной встречи с Симпсон, он предлагает члену ЕК информацию о том, что белорусская электроэнергия, которая физически поступает в Литву через перемычку ЛЭП, с Беларусью торгует на Рижской бирже. Таким образом, Литва потребляет ее и платит за белорусскую электроэнергию. Это создает угрозу проекту синхронизации линии электропередачи балтийских стран, создает зависимость от импорта из третьих стран и таким образом препятствует достижению цели зеленой энергетики Евросоюза, подчеркнул Кревис. Министр призвал ЕК предпринять срочные эффективные меры для реализации выводов Совета руководителей ЕС по угрозам БелАЭС для Евросоюза. В Европарламенте белорусскую АЭС в Островце считают источником угрозы для Евросоюза. Об этом говорится в резолюции, принятой на пленарном заседании Европарламента 11 февраля. За нее проголосовали 642 евродепутата. Против были 29 парламентариев. Еще 21 воздержался. В Европарламент с обеспокоенностью отмечает, что электростанцию строят как геополитический проект Беларуси и России, и что ее строительство и будущее эксплуатации является источником возможной угрозы для безопасности здоровья и защиты окружающей среды в странах-членах ЕС. Говорится в резолюции, автором которой является румынский евродепутат Кристиан Сельву Бушой из фракции Европейской Народной Партии. В Европарламенте также обеспокоены поспешным введением БелАЭС в эксплуатацию. По мнению евродепутатов, станция не соответствует лучшим международным стандартам защиты окружающей среды и ядерной безопасности, включая рекомендации МАГАТЭ. Напомним, что власти Беларуси настаивают на том, что АЭС соответствует международным стандартам. В Европарламенте же считают, что Беларусь избирательно подходит к стандартам МАГАТЭ и ЕС. В резолюции уточняется, что БелАЭС находится лишь в 50 километрах от Вильнюса, а также близко расположена к другим странам ЕС – Польши, Латвии и Эстонии. Кроме того, проект реализуется, несмотря на протесты граждан Беларуси и белорусских неправительственных организаций, добавляют евродепутаты. Также резолюция напоминает об инцидентах в конце 2020 года, взрывных четырех трансформаторах и повреждении системы охлаждения, а также восьми известных инцидентах, а во время строительства АЭС. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт, странички Инстаграма, Фейсбук, ссылки в описании.